У вас весь подход к школе будет идти от микрорайона через дорогу. Здесь люди и так настрадались годами в ожидании школы. Увязываете проект с решением, чтобы дорога шла с той стороны, вы начинаете рассказывать о том, что это было бы затратно. Тогда родители спокойно бы детей отпускали. А вам надо еще, лучше всего, вот эти гаражи выкупить, снести. И тогда здесь может быть и парковая зона. Но самое главное, дети тогда будут идти в школу не между гаражей в темном пространстве, а они будут идти по открытой территории. Мы об этом говорили, ровно на этом месте. Бесстыдник по-другому я не скажу, тот, кто эти решения принял, потому что ему объяснили, 10 раз говорили, такие не должны работать в системе, ни муниципальной, ни региональной власти. Вы же сейчас вот всех ребятишек делаете заложниками этой дороги. Они у вас пойдут во внеучебное время на спорткомплексы, они пойдут в школу через вот эту дорогу. Вот посмотрите, они как там ездят. Вон, посмотрите, один с другим. А плюс еще гаражи. Вот двойное препятствие. Нельзя этого делать. Это вот то, что надо избегать, даже если дороже. Но они даже об этом не задумывались. Короче говоря, увольняйте его, а дальше совесть пускай его мучает. Но, Роман Ильич, тут по-любому, даже если надо будет затраты, надо думать о том, как выходить из этого положения. Потому что между огромным микрорайоном, где живет несколько тысяч человек, и школой две полосы препятствий. Гаражи и дорога. Здесь надо и это все сносить, и дорогу надо убирать. Думаем-то о детях. И не о том, что вот здесь галочку поставили, в июле сдали. Мы собирались, и вы мне план показывали, как дорога здесь пойдет. Вы решения, как такие принимаете? Мы говорим об одном, а потом все совершенно по-другому получается. Почему об этих решениях никто не знает?